Мы помолимся за эту благословенную семью? Давайте мы, да, сейчас Бахатгуль с детками. Можно я пока, мы ждем Бахатгуль с детками, да, я скажу. Вообще, что это большое благословение было, знать эту семью. Вы знаете, когда они к нам пришли первый раз, конечно, Питер ничего не понимал. И мы говорим, там есть еще благоговорящая церковь, может быть, вам там будет лучше? Они съездили туда, а потом он сказал такие вещи, он сказал, моей семье будет лучше здесь. И для меня это вообще очень такой показатель, вот, мужественность, зрелость у мужчины. Эта семья была большим примером для нас. И мы вас не отпустим так, вы будете приезжать обязательно на море к нам. И мы не хотим просто оставить вас, вы должны приходить сюда, на море. Кто хочет попасть еще на библейские занятия к Питеру? Кто бы хотел попасть к Питеру еще раз? Да, да. Три года. Три года. Три года. Давайте мы встанем, простырем руки. Давайте стендап. Абахад. Пожалуйста. Да, я хотела поблагодарить всех за то, что нас приняли в эту духовную семью. Мы когда приехали, тут никого не знали, и мы тут почувствовали себя частью этой духовной семьи. И это было большое благословение. И особая благодарность пастору Геннадию и Наталье за то, что они нас включили и в служение. И Питер чувствовал себя тоже. Он переживал, что у него нет служения, и он чувствовал, что он тоже часть. И мы очень благодарны. И Питер хотел бы подарить этот сувенир из микронизи, где он был миссионером. Пастору Геннадию и Наталье. И вот в память. Спасибо. Спасибо. Мы бы много могли говорить об этой семье, но я думаю, что просто у нас нет времени на это. Ну, Бог знает все дела, которые они делают. Питер и Бахатгул, они, ну, чтобы, может, не все знают, а 8 лет они несли служение в Афганистане. Питер и Бахатгул, может, кто-то не знает, что они служили в Афганистане. Каждый миссионер осмелится служить в этой стране. Не каждый миссионер, который бы хотел служить там. Бог и нас сейчас вот с Натальей потихонечку готовит к Турции, Сирии. Бог предпочитает, как мне и моя жена, для Сирии и Турции. Мы будем молиться, чтобы мы где-нибудь в Каире встретились. Мы прожим, что мы встретимся в Каире. Давайте мы просрем руки на благословенную семью Господь. Благослови, Господь, я призываю, Господь, в защиту Твоей драгоценной крови, Господь. Водиться со Святым Духом, Господь. Это уже опытные служители, Господь, Господь. Но, Господь, написано, молитесь друг за друга, Господь, Отец, Асана. Слава Тебе, всемогущий Бог. Просто, Господь, почва на ней, Господь, по молитвам и нашей Церкви, Господь, влагая в наши сердца и побуждения, Господь, периодически. Когда это необходимо, Господь, вставать в молитве, Господь, за эту благословенную семью Вас, за их дочек, которые растут, Господь, и мы видим, какие они благословенные, Господь. И Ева, и Кэти, Господь, пусть они, Господь, вырастут мощными евангелистками, Господь. Ну, может быть, пусть они не станут мощными евангелистками, но пусть они будут, Господь, живыми христианами, Господь, которые знают живого Бога. Спасибо Тебе за эту благословенную, помазанную семью, Господь. И помажь еще и еще их служение, Господь, куда бы Ты их ни послал, Господь. Слава Тебе, всемогущий Бог, мы молились властью Церкви Господь на этом месте во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Друзья, у нас Церковь интернациональная, и мы, как иудеи по духу, мы не можем отпустить миссионеров без аронного благословения. В книге Бемедбар Господь сказал Моше Моисею, в книге числа в шестой главе, Господь сказал Моисею, так благословляет Дана Исраэль, детей божих. Божий мир, Божий шалом. Бешем ешуа хамашиах во имя нашего Господа ишуа мессии Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Брахот. Слава Богу за Божий шалом.